Это многоэтажка по улице Адмиральского 2, дробь 1. Хотя мусорные контейнеры заполнены, местные жители говорят, это то, что уже успели накопить на следующую неделю. Мусор здесь вывозят по средам, в этот раз машина задержалась всего на один день. Буквально один день и все сразу вывезлось, машины прям были новые. Я сама лично наблюдала, что все вывозилось и все своевременно делалось. На улице Дженикидзе сейчас тоже чистота. Правда, здесь порядка пришлось ждать немного дольше. На 4 лежало, вчера вчера все. Социально значимые объекты, в частности школы и детские сады, про проблемы с вывозом мусора, говорят, слышали только из СМИ. На себе же никакого коллапса не ощутили. В нашем детском саду проблемы это и не было. Почему? Потому что во вторник и в пятницу у нас забирают, во вторник у нас забирали, и вот вчера в полпятого забрали мусор. То есть по плану. Ну, как бы сказать, вчера был четверг, да, по идее они должны были сегодня. Но мы никому ничего не звонили, они сами пришли и приехали, и все забрали. А вот на Адмиральского 6А мусоровоз ждут по сей день. Эти горы накопились за без малого неделю. Жильцы неоднократно жаловались во все инстанции. Такая свалка в первый раз, да. Ну, так обычно, как часто вывозят мусор? Ну, у нас каждый день. У нас каждый день вывозили, да. Иногда у нас бывало так, что, допустим, если не вывозят, это только если машины плохо поставят свои и не сможет проехать. А так каждый день машину вывозили. Напомним, проблемы с вывозом мусора в городе-курорте начались 9 апреля. У компании-подрядчика возник экономический спор с регоператором. Она отказалась выполнять свою работу и расторгла договор. Краевые власти взяли ситуацию под контроль и разработали план оперативных действий. Чтобы не допустить мусорного коллапса, край предоставил дополнительно 6 единиц техники. Кроме того, администрация города мобилизовала управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Сегодня в городе работает 46 единиц техники, в том числе специализировано 17. Постепенно входим в ритмичную уборку. Конечно, остаются еще узкие места. Необходимо убрать вот это отставание по вывозу в многоквартирных домах. Остаются узкие места сегодня в частном секторе. Ситуация уже близится к своему логическому завершению. И, как мы и обещали, в течение трех сложных дней кризис преодолен. Далее надеемся, что эта ситуация станет настолько хорошей, что где-то через неделю мы уже вам отчитаемся о том, что регулярный вывоз по всему городу налажен. Мусороперерабатывающий завод переведен на усиленный режим работы. При необходимости по заявке регионального оператора перерабатывающий нас мусоросжигающий завод будет работать в круглосуточном режиме. Сегодня он уже работает в режиме с 7 утра до 23 часов. И в целом можно сказать, что угрозы введения режима чрезвычайной ситуации в Пятигорске нет. Кроме того, уже на следующей неделе регоператор планирует усилить свой автопарк на 10 единиц спецтехники в течение месяца на 26. Между тем, Краевой следком иницировал доследственную проверку сведений о мусорных свалках на улицах города-курорта. В ведомстве заверили, что тщательно проверят все обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. Если обнаружатся признаки преступления, то причастные понесут уголовную ответственность. Мы, в свою очередь, тоже будем следить за ситуацией.